Всем привет! Меня зовут Юля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня поговорим про очень интересную тему для девушек, у кого очень светлая кожа. Я наконец-то собрала и сгруппировала 10 тональных основ для очень светлой кожи. И надеюсь, что после этого видео вы уж точно сможете подобрать ту тональную основу, которая нравится вам больше всего, которая подходит по оттенку и по вашим запросам. Потому что покажу тональные основы от бюджетных до люксовых и тут уже большой диапазон выбора. То есть купить что-то более дешевое, доступное или же, допустим, вы пользуетесь только люксовыми брендами. И из этого сегмента я тоже покажу очень светлые, красивые тональные основы. Давайте, наверное, начнем от самых дешевых и буду показывать по нарастанию цены тонального средства. И самый бюджетный вариант это CC-крем от бренда Estrada. Мой оттенок 12, но на самом деле там есть еще более светлая тональная основа. Это 13 оттенок. Просто в данном случае 12 оттенок мне больше подходит по подтону и я выбираю его. Я уже освободила запястье своей руки и буду вот здесь вот наносить эти тональные средства. И потом посмотрим и сравним все оттенки и все тональники. Опять же, повторюсь, для супер светлокожих девушек он будет немного темноват, но сейчас мне он подходит идеально. Мне нравится и текстура, и нанесение. И так как он перекрывает какие-то несовершенства, у этого CC-крема есть легкий такой сияющий эффект. Поэтому, если вам такой эффект не нравится, то обязательно используйте какую-то матирующую пудру, она исправит эту ситуацию. Но в общем и целом, по характеристикам, мне очень нравится этот CC-крем. Конечно, я бы поспорила с названием, для меня это не CC-крем, а просто сияющий тональный крем. Производитель решил дать именно такое название, но само средство очень классное, возьмите на заметку. И опять же повторюсь, если вам 12 оттенок темноват, то протестируйте 13 и 14. В данном случае они не темнее, они имеют немного другой подтон. Следующее тональное средство, о котором хотелось бы упомянуть, это бренд Revolution Pro. Это как бы отдельная линейка, и не путайте ее с Makeup Revolution. Это более профессиональные средства, подойдут также для визажистов, но имеют все-таки бюджетную цену. И вот этот тональный, он очень круто перекрывает какие-то несовершенства, просто вот невероятно классно. И буквально несколько капель. Вот так выглядит тон. Здесь пипетка, и он достаточно жидкий. У меня это оттеночек F3, и как видите, он уже намного светлее предыдущего варианта. И он имеет такой легкий розовый подтон, но сразу скажу, он великолепно подстраивается под оттенок кожи. И что самое главное, его можно нанести прям очень-очень тонким слоем, и при этом получить плотное покрытие. Если вы любите такой эффект, то прям очень рекомендую. Единственный минус этого тонального средства, это его объем. Здесь всего лишь 18 мл, то есть в сравнении с обычными 30 мл, это уж совсем мало. Но за то, как он выглядит на лице, можно ему это простить, я думаю. Следующее все еще в бюджетном сегменте тональное средство, это тональник от Maybelline. И это линейка Super Stay. Сразу скажу, что практически все тональные средства, которые я буду показывать, имеют более-менее плотное покрытие, потому что я люблю именно такой вот матовый финиш. Мне нравится, когда лицо прям суперидеально выглядит. У меня есть пигментация, у меня есть следы пост-окне, поэтому я выбираю для себя именно вот такую плотность тонального средства. Если вы хотите что-то более легкое, то, скорее всего, понадобится поискать в других брендах или в других линейках. У меня это оттенок 03, натурально-бежевый, но, как вы видите, он выглядит достаточно светлым. Сейчас нанесу на руку и посмотрим в сравнении. Пока, как вы видите, он самый светлый из трех и имеет такой более желтоватый подтон. Но, опять же, по какой-то причине на мне он выглядит абсолютно нормально, очень гармоничный и могу посоветовать вам. Здесь указано, что тон держится 24 часа. Я не знаю, я не хожу так долго с косметикой на лице, поэтому здесь я не могу как-то подтвердить или опровергнуть это заявление. Но скажу, что он достаточно стойкий и при этом матовый. То есть кожа не блестит и на каких-то мероприятиях, вечеринках можно не беспокоиться за то, что ваше лицо блестит. Будет у меня и один корейский тон от бренда Apieu. И это тональное средство Triple Wear. Я знаю, что его сравнивают с Estee Lauder Double Wear, но здесь я бы поспорила. Мне кажется, это абсолютно разные средства и по консистенции, и по покрытию, и в принципе по текстуре. Но этот тональный тоже хорош и оттенок 01, он даже мне светлый, поэтому его могу порекомендовать. Если у вас вообще прозрачно-белая кожа, то он вам идеально подойдет. К слову, я сначала взяла 01 оттенок, а потом подумала и взяла еще 03. И пользуюсь я именно 03 оттенком, а 01 у меня лежит, если вдруг я стану суперсветлой зимой, или же добавлять в какие-то темные тональные средства, может быть использовать на ком-то в макияже. Сейчас давайте нанесем оттенок и посмотрим. Мне кажется, у нас с Watch'а становится все светлее и светлее, и первый оттенок вообще каким-то негритянским выглядит, но поверьте, он достаточно светлый, просто здесь у всех средств разные подтоны. И вот это тональное средство от Apieu, повторюсь, даже мне оно светлое, и я выгляжу очень бледной, поэтому возьмите на заметку, если у вас прям, ну, еще светлее, чем у меня, кожа супер-супер белая. Я не могла вам не показать вот эту линейку от NYX Can't Stop Won't Stop, я тестировала этот тональный крем в реальном времени, целый день ходила с ним, и вечером показывала, как он выглядит на мне, если вам интересно, то заглядывайте в это видео, там все подробно рассказано про его свойства, и как он себя ведет в течение дня, и так как у этой линейки огромная цветовая гамма, я, конечно, не могла пропустить ее, и не рассказать вам, опять же, про эту линейку, я здесь выделила два оттенка, это Alibuster и Fair, и если посмотреть, то вот этот оттенок Alibuster, вот это Fair, он более светлый, так как я пользуюсь оттенком Alibuster, я его все-таки решила показать, но если вы, опять же, еще светлее меня, то присмотритесь к оттенку Fair. Нанесу два оттенка на руку, и посмотрим, как они выглядят на коже. Итак, два последних оттенка, это NYX Can't Stop One Stop, первый это Alibuster, второй это Fair, и также у бренда NYX есть классное решение, если вам нужно высветлить какие-то зоны, то есть, в принципе, тональное средство вам подходит, но, допустим, зоны под глазами, подбородка и лба, хотелось бы все-таки более светлыми видеть, тогда в этой же линейке есть консилер, он также называется Can't Stop One Stop, и именно оттеночек Fair, он практически белый, немного-немного с телесным оттенком, поэтому можно взять этот консилер и дополнять свою тональную основу, он имеет очень плотную текстуру, поэтому прям совсем под глаза я бы, наверное, не рекомендовала его наносить, но для высветления каких-то зон он отлично подойдет. Бренд Lumine сейчас расширил свою цветовую линейку, и у каждого тонального средства появился оттенок Ultra Light, то есть, он супер светлый, и в легендарном CC-креме тоже есть новый оттенок Ultra Light, и, к слову, он мне даже немного светловат, давайте сейчас нанесу и покажу. Скорее всего, я его буду использовать в зимнее время, у него как раз-таки уже более такая легкая текстура, его можно очень прозрачно нанести на кожу, поэтому, если вы не хотите плотного покрытия, то присмотритесь к вот этому CC-крему. Но у него есть также минус, и это цена. Он стал сейчас стоить, по-моему, дороже тысячи или тысячи рублей. Я помню времена, когда я покупала его за 400 рублей в Revgosh, и тогда я просто его обожала, и свойства у него остались отличными. Если опустить цену, то это замечательный CC-крем, но, к сожалению, цена выросла, и фанаты этого CC-крема перешли на какие-то другие тональные средства. Также не могу не выделить у Lumine линейку Blur. Я первый раз попробовала это средство, хотя я знаю, что раньше тоже в Lumine была эта линейка, просто они поменяли дизайн и немного формулу. Вот как раз-таки в линейке Blur оттенок Light Ivory нулевой, он светлее, чем оттенок 2 нуля. По-моему, он называется Ultra Light также. Это тональное средство Blur более плотное, чем CC-крем, но имеет немного такую вот сияющую, светоотражающую текстуру. Давайте сейчас нанесу на руку. И вот так выглядит этот тональный крем. Он очень похож по оттенку CC-кремом, но имеет более плотную текстуру. Также у Lumine есть тональное средство, которое называется Mat. Вот сейчас оно у меня нанесено на лицо и тоже имеет достаточно светлый оттенок, поэтому присмотритесь к тональным средствам Lumine. У меня даже в Instagram есть видеоролик с сравнением всей линейки тональных средств этого бренда. Если интересно, то заглядывайте. Ну и мы постепенно подошли к люксовому и профсегменту. И первое тональное средство, которое я хочу показать, это новинка от Smashbox. Вот так выглядит тональное средство, и называется оно Studio Skin Full Coverage. У меня оттенок 0,3, и этот оттенок называется Fair, и он суперсветлый. Он светлее меня. Я в надежде взяла самый светлый, потому что думала, что, ну, не может быть совсем белого оттенка, но это так. И еще одна особенность этого тонального средства, что вам нужно буквально очень маленькую капельку. Если вы нанесете прям вот такие полосы на лицо, то вы не будете знать, куда растушевать столько тонального средства. Оно идеально растягивается, но, опять же, говорю, что оттеночек 0,3. Посмотрите, какой он светлый. Вот он последним я его нанесла, 0,3 оттенок. Он очень светлый. У меня уже заканчивается рука, неудобно вам показывать. Поэтому остальные оттенки покажу вам здесь вот сверху ладошки, потому что, ну, неудобно выворачивать руку. Конечно же, я не могла не отметить из люксовых брендов Estee Lauder Double Wear, потому что они расширили свою цветовую линейку. Если раньше самый светлый оттенок был мне, ну, вот такой, на грани уже, как бы, вроде и подходит, вроде и нужно как-то высветлять какие-то зоны, то сейчас у них вышел новый оттенок 1N0, и это просто идеальное попадание в мой оттенок кожи. Я его подбирала вместе с консультантом Estee Lauder, и этот оттенок получился просто вот в точку оттенка моего лица. Опять же, это плотная текстура. Минус тонального средства Estee Lauder, что здесь нет никакого дозатора, то есть просто крышка и вот такой вот флакон. Если хотите, вы можете дополнительно приобрести помпу для этого тонального средства, но, согласитесь, это крайне неудобно. Сейчас покажу, как выглядит этот оттенок. Он имеет очень правильный нейтральный подтон, не уходит ни в розовизну, ни в какой желтый оттенок. Мне очень он нравится. Но как раз-таки вот это тональное средство я использую как такой вариант на выход, потому что он очень плотный, и на каждый день все-таки это too much. Ну и завершить свой рейтинг светлых тональных основ хотелось бы самой любимой люксовой тональной основой моей. Это Bobby Brown, и это линейка Skin Clone Wear Weightless Foundation. Вот так выглядит флакон, и у меня оттенок Porcelain, то есть фарфор. Вот здесь я его нанесла, и помимо того, что он имеет идеальный оттенок, и просто волшебно подстраивается под мою кожу, эта тональная основа хоть и плотная, но она абсолютно не ощущается на лице. Я не знаю, как так сделал бренд Bobby Brown, что этот тон перекрывает все несовершенства, но при этом кожа остается кожей, и все выглядит достаточно живенько, но при этом не блестит, и не видны какие-то несовершенства. В общем, из люксовых тональных основ, обожаю, обожаю Bobby Brown, это, наверное, мой фаворит из всех тональных, которые у меня есть. К сожалению, это не какой-то бюджетный тон, хотя среди них есть тоже неплохие варианты, но вот это моя просто любовь. Ну и в завершении этого видео хотела бы вам сказать, чтобы вы не забывали про такое средство, как Adjaster. Я знаю, что оно есть в многих марках. У меня вот такой Adjaster или база для осветления тональной основы от Manly Pro. Называется оттенок Белый луч, и вы знаете, у меня еще ни разу не было, чтобы он как-то был несовместим с тональной основой, абсолютно со всеми достаточно темными тональными основами, которые мне не подходят. Он отлично смешивается и делает их светлее, поэтому такая вещь прям находка. Если у вас много каких-то тональных срез более темных, и вроде жалко их выбросить, то лучше приобрести Adjaster, он есть и у бренда NYX, и я знаю, в MAC есть подобные средства. В общем, выбирайте на свой кошелек и добавляйте к своим темным тональным основам, делайте их светлее и пользуйтесь на здоровье. Вот такой рейтинг светлых тональных основ у меня получился. Вся рука в разных оттенках, какие-то темнее, какие-то светлее. Как видите, они не все идентичные, но некоторые отлично подстраиваются под оттенок кожи, а некоторые, как я и говорила, даже светлее моего оттенка, поэтому я их пока берегу и не использую. Может быть, зимой стану еще светлее и отбелю лицо. Но я хотела их вам показать, потому что я знаю, что есть девочки с еще более светлым оттенком кожи, чем у меня, и поиск нужного оттенка это прям какая-то проблема для белоснежек, поэтому я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Ну а мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока!